Ну, это экспозиция ТМФ. Вот такая необычная баня, в которой установлена печь регалия. И такая баня, в которой установлена печь черная жемчужина. Ну, мы привезли семь печей. Две из них абсолютно новинки, ранее не экспонировавшиеся, даже три. Это печь черная жемчужина. И отдельно я бы заострил внимание на натурной каменке, которая вызвала колоссальный отклик национальный у пользователей, коммерсов и специалистов. То есть прямо вот вау-эффект с поддаванием на весь периметр каменки. Известная всем, но с моей точки зрения, самая лучшая банная печь, это Скоропаркабар. Звезда четырех банифестов подряд. Это печь Арабеска XXL. Это печь Семирамида, которая тоже одна из главных таких факторов привлечения внимания к стенду. То есть она смотрится очень необычно, потому что это печь-сетка, но как бы без сетки, без клетки и без решетки. Вот эта вот решетка печи, она может быть красивая, некрасивая, эстетичная, неэстетичная, это решетка. А эта печь с каменкой наружной, она сделана так, что вот никаких пересекающихся линий, вот никаких этих вот ассоциаций, ну с тюрьмой нехорошо. Ну а с чем еще ассоциируют сетки, клетки и решетки? Ну с какой-то несвободой вообще вот это пересечение вот этих вот металлических элементов. Где-то камни там оттомятся за решеткой, как этот скормленный в неболе орел молодой или попугай Кеша в клетке. Этого здесь ничего нету, регалия. Но это вот вообще такая премьера сезона, премьера банифеста. Вот видите, здесь регалия стоит передом к вам, а вот тут регалия стоит условным задом. Вот вчера она отжигала в этой парной, которая около 50 кубов и прям вот вау-вау-вау, печь достойна этой необычной парной. Вот наш слоган, тайм из мани, он не в бане. Повернитесь-ка, сынку, повертись спиной. Да нет, но зафиксируйся уже зрителям-то. Вот вертлявые у нас сотрудники и волонтеры. Это Андрей Богданов, знаменитый наш. Тайм из мани, он не в бане, слоган термофора. Ну, привезли известную печь в отделке терракотовой керамикой, это панголина, и печь в отделке серпентинитом гордарика. Я хочу сказать, кстати, вот кто спрашивал про отделку черной жемчужины альтернативной сетки, что изначально черная жемчужина, которая проектировалась давным-давно, на самом деле в 18-м году, она была спроектирована под, в том числе, вот этот форм-фактор, насколько я помню. Мне так кажется, давно это было. Ну, вот черная жемчужина может встать и в эту облицовку, и в разные другие. Ну, немножко о печи регалии сперва давайте, поскольку это абсолютно новинка. Ну вот, вау-эффект произвела вот эта вот натурная каменка. Ну, во-первых, тоже нет никаких сеток, клеток, решеток. То есть, это очень эстетично. Вот есть такая, купол, вуаль называется, которая прикрывает камни. Есть вот такой интересный дизайн. Вот так и верится на языке сказать слово «уникальный», но это вот слово настолько измызгано, затаскано, потому что из каждого утюга, из каждого мотюгальника на боняфесте слово «уникальный» звучит чаще, чем боняфест. И еще и очень уникальные здесь бывают, так что войдемся без этих слов. Ну, дизайн вот такой. Мы несколько лет потратили на штамповочную оснастку, чтобы изготовить вот такой PPP дизайн. Ну, это нержавеющая сталь, кожа. Это печь для коммерческих парных больших от 50 кубов. У нее вот такое вот PPP торговое предложение от ТМФ в виде цилиндрического стекла, хорошо знакомого многим некоммерческим нашим партнерам и потребителям по печи Визьера. То есть есть у нас витро, люмина. Ну, а теперь будет остекление типа Визьера. Это наша технология, имеем право. Вопрос. Как у вас поддух стекла, как стекло чистится? А вот так. Мы запускаем струю для очистки стекла не здесь, когда уже куда дым попал в тамбур, а мы отсекаем вот здесь вот щель сделана со стороны тоннеля. И мы отсекаем вот этот потенциальный дым, ну, вот такой направленной завесой воздушной, нисходящей со стороны, вернее, не со стороны, а прямо вот в отверстии тупочного тоннеля. Очень эффективно. Печь сделана для в исполнении супер-инокс, то есть это нержавейка не двойка, а четверка. И усилена в отдельных местах, где она нагружена до восьмерки. Есть четыре канала дожигания. В общем, вот когда мы эту печь запускали в парной около 50 стюков, мы боялись, протянет, не протянет. Вот протянуло на третьей мощности. Так что вот те ребята, у которых есть большие парные, либо коммерческие, либо индивидуальные, кто любит задуряться по большим парным, то вот эта печь регалия. Нержавейка это очень, как бы, гигиеничный материал и легкий в обслуживании, насколько всем известно. И вот, да, вроде какой-то блеск избыточный, но вот если вы посмотрите, практически все парные отделаны, как говорят дизайнеры, теплыми материалами. Это дерево, кирпич, какие-то теплые-теплые такие тона. И в большой парной вот этот вот малоархитектурная форма, которая имеет такой благородный матовый блеск, поверьте, это смотрится очень хорошо, в чем имели возможность убедиться многие, не знаю, сотни посетителей, которые ежедневно проходят с этой парной. Функционал парной интересный, знаете, вот пармастера, которые парили с этой печью, они говорили, мы даже, у нас дело не доходит до внутренней каменки, которая здесь огромная, здоровая там. Вот, но почему? Да потому что мы сделали гиперэффективный съем тепла с натрубной каменки, вот, с дымохода диаметром 150 миллиметров. Ох, какой красивый вид на фоне неба. Вот так вот, вау, на какую-то пагоду похоже, да? Дело в том, что вот это не просто вазочки для камня, сейчас посмотрим более внимательно, это еще и каждая вазочка является дождевальной установкой. Таким образом, подавая с любой стороны каменки в любую из этих чашечек, вода протекает по всему периметру чашки и льется по всему, по всему периметру. Вот в эти вот, видите, щелочка вот тут. Не видно, а вот, сейчас где вы, давайте посмотрим, видите, вот щелочка там. И протекает по трубе и эффективно очень снимает. Значит, подача во внутреннюю каменку тоже происходит не через решетку, а вот через эту воронку. На дымоходе к этой воронке присоединен такой вот, посмотрите, еще один наружного диаметра труба. Тоже вода распределяется по всему периметру, проходит между раскаленной дымовой трубой и вот этим вот наружным по трубкам. И знаете, она вот в каменку, вода попадает не... Попадает тут дожди сплошные, но ничего не зажарило, как видите. А, и вода попадает в каменку таким круговым веером брызг. Вот, да, то есть на каменку поступает прямо такой веер 360-градусный, такого кипящего аэрозоля. Вот, это тоже очень интересная штучка. В общем, вот пещер Галия. Что, давайте на нее глянем? Глянем еще. Так, ну вот это парная, которую мы парили черной жемчужиной. Это наш партнер, кедр-пром старинный партнер Новосибирской, с которым компания ТМФ работает с шестого года. Вот, вот эта печка, она пока холодная, пока холодная, но, блин, она тут фестивалит углу. Вот у кого парные 50+, ребята, это парная для вас. Видите, вот теплое дерево, теплые веревки, вот теплые светильники, теплый, не знаю, что, но обычно кирпич бы они бывают. И вот этот вот, как бы элемент, который, он оттеняет, балансирует вот эту вот цветовую, что ли, нагрузку. Ну, вот так выглядят каменки. Мы сюда положили белый кварц-кварцит, и сюда и в каменку. Ну, как бы вот, печь уюзана круглосуточно двумя сутками, но есть бытовое парение, есть коммерческое, это все более-менее представляют. А есть еще фестивальное, это вот, не знаю, один день фестивального парения, он приравнивается, ну, не знаю, к месяцу коммерческого. Ох, сейчас на меня налетят. Это просто жуть. Мы включали здесь режим троллейбуса, когда сюда набивается по, не знаю, 20 человек, троллейбус никуда упасть. Мы не стали делать все строго по записи, чтобы люди, которые сюда приходили в прямом эфире, они могли записаться. Да, что? Ой, привет, Володя. К нам живая русская баня пришла. В лице Владимира Ефремова. Здравствуйте. Да. Все, прерываюсь, начинаем работать с канала. Ну, давайте продолжим для Евгения. Посмотрим баню черной жемчужиной. Только что мы закончили снимать с каналом «Живая русская баня». Ну, вот эта печка уже есть в интернете, уже есть какие-то на нее отзывы. Ну, давайте пройдем в... А, вот, кстати, каменьки. Вот, 26 литров из стали AC439 толщиной 4 мм. И 26 литров, и чугунная каменька под дождями тут лежит немножко, прихватила чуть-чуть. И чугунная каменька объемом 22 литра. Пойдемте в баню, зайдем. Так, ну, это вот парная, в которой стоит печь черная жемчужина. Ну, вот, она здесь двое суток отработала. Ну, я повторяю, что один день коммерческого парения, наверное, это один час фестивального парения, когда тут дикие толпы народа. Так, ну, мой большой интерес вызывает вот это, так не странно, натрудная каменька, которая еще эффективна. Вот, люди прямо вот радуются, как дети, когда видят вот этот зенитный душик, которым мы подаем воду. Так, ну, вот, пришли снимать, а воды нифига нету с утра. Наверное, всю воду потребители-любители, потребители-любители ночных посиделок на банифесте. Ну, нам немножко. Давайте посмотрим, как работает вот эта вот штука, которая орошает каменку. Вот такой дождик по всему периметру. Вода протекает по всему периметру абсолютно. Ну, и сейчас попробуем немножко подать водички в внутреннюю закрытую каменку. На этой трассе она чугунная. Давайте поддадим немножко внутрь. Вот. Такие звуковые эффекты. Ну, что рассказать о печи? Она, самое главное, чем она отличается от прочих чугунных печей, такого класса, что она обладает двумя отличиями. Но эта печь вообще для русской бани. Что такое русская бани? 60 градусов Цельсия, не более. И относительно влажность не менее 60%. Что должна уметь делать печь для русской паровой бани? Ну, две вещи. Это первое. Не перетапливать парную выше 60 градусов и обеспечивать влажность абсолютную 77 граммов на кубический метр примерно. Что соответствует вот этой бане 60 на 60. Таким образом, что сделала черная жемчужина на рынке, скажем так, для потребителей? Если раньше пользователи и потенциальные покупатели печей с закрытой каменкой спрашивали у производителя, а есть ли у вас закрытая каменка? Они говорят, есть, покупаем. Ну, теперь задача для участников рынка с появлением черной жемчужины усложнилась. Я обращаюсь к покупателям печей с закрытой каменкой и чугунных, и не чугунных, всяких разных. После вопроса, есть ли у этой печи закрытая каменка и получение от отца утвердительного ответа, спрашивайте, а сколько литров? Если каменка маленькая, то и говорить об этом дальше неинтересно. Это самое-самое главное достоинство печи с закрытой каменкой, ее объем. Чем больше ее объем, тем больше туда вылезет теплоакумулирующаяся загрузка, тем больше пары вы получите. А если у печи с закрытой каменкой какой бы красивой, замечательной, и там, не знаю, она распрекрасно хвалимой многим блогерам не была, объем каменки маленький, то и остальные достоинства, ну, как бы ее обсуждать, и не очень интересно. Спрашивайте в магазинах вашего города объем внутренней закрытой каменки. Спасибо. Это была Черная Шемчужина.